Ты можешь дать деньги за то, чтобы тебя издали, но ты не можешь сделать так, чтобы ты оказался в нормальной дистрибуции. Ну, то есть это типографские услуги, но не достичь этого. Дистрибуция там будет теми средствами, которые есть у этой конкретной маленькой издательской конторки, ну, ты станешь на несколько знакомых магазинов. Самое первое, что умирает в издательском мире – это оффлайновая дистрибуция. Ну, с ней уже никогда ничего хорошего не будет. Ну, ее сколько-то есть, да, там, понятно, есть, не знаю, читай город, но с оффлайновой дистрибьюцией в целом все будет грустно. Это перейдет на заказ с надом? Это перейдет на e-commerce, да, в смысле перешло уже. Понятно, что если смотреть на рыночные цифры, то в целом с продажами книжек все как-то, но все, что растет, оно растет в интернете, оно не растет в флайновой дистрибьюции. Ну, и это сильно меняет читательское потребление. Я могу долго на тебя рассуждать, но дело даже не в том, что бумажные книжки электронные, дело в том, как они покупаются. Ну, поскольку они покупаются через интернет, то нету, ну, новинкам стало тяжелее продвигаться, потому что раньше ты, ну, то есть, если ты пришел в книжный, ну, ты как-то, ну, придешь, ну, ты с чем-то придешь назад, да, а придешь назад и с тем, что на полку поставили. Поэтому в целом, если у издательства есть нормальные связи с флайновым книжным, то им нужно попасть на полки, и если они попали на полки, ну, и как бы у них нормальная обложка, и там на них что-нибудь там человеческое написано, то, наверное, как бы первая волна книжки возьмет, да, ну, а потом, если книжка вторая, ну, как бы хорошая, появится вторая волна. Ну, то есть, ну, ровно как вот с Голливудом, да, то есть, первую волну зрителей приводит продюсер, и только вторую приводит решитель. То есть, как бы, если продюсер молодец, нормальная рекламная компания, ну, все пришли к кино, да, ну, там еще там плюс-звезды, которые там заявлены. А, как бы, ну, Омега окупишь что-то, если у тебя кино хорошее. Ну, как бы, только одного чего-нибудь не хватает. Ну, и вот так же примерно работаю во книжках, да, что если у тебя нормальная продюсер, он тебя нормально выложил в магазин, и тебе это дает способ дотянуться до каких-то там тысяч читателей, если… А дальше какое-то хоть сарафанное радио, какое-то промо пойдет. А дальше, если ты нормальную книжку написал, то будет второй, третий, четвертый тираж и так далее. А сейчас не так, да. Сейчас, ну, это создавало место для большого количества попыток, да, ну, потому что много людей могли встать в разные там сети и так далее, и так далее. А сейчас есть интернет, и в нем человек сам ищет книжку, он ищет книжку, про которую знает. Это дает место лидерам. Ну, то есть, если ты, как бы, ну, там, не знаю, акунин, то тебя и так сами пойдут поищут. Кроме всего прочего, мертвые писатели получили очень много преимущества перед живыми, потому что если я… ну, второй способ, да, то есть, либо я сам хочу книжку, либо я такой, о, Оксана, что почитать? И ты, ну, конечно, ты мне, да, скажешь почитать что-нибудь самое офигенное. Ну, в этом смысле, да. Ну, список десять книг, которые бы это… Соответственно, как бы, самые, как бы, офигенные книжки получают преимущество, и не очень важно, когда они издавались. То есть, раньше это, вот, ислайновая дистрибьюция и все компенсировалось, а сейчас, как бы, стало не так. В этой ситуации и плюс ситуации электронного возможностей, там, выложить PDF-ку или выложить электронную версию книжки, ты решил, что на этом рынке… Я, ну, у меня есть некая, там, этическая позиция, да, ну, вообще, про… Авторская. Ну, не только, это касается, не только, как бы, вообще книжек, есть система, построенная на контроле, есть система, построенная на соборе, да. Вот Ридерома, да, это система, построенная на соборе. Ну, мы считаем, что есть, ну, я так считаю, так Саша, как бы, Касьяне-то считает, вообще, там, в этом смысле, религия, что между автором и читателем не должно быть третьей стороны, которая решает, достоинно ли книжка издаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова